Лихой казак Николай Бабиев был одной из последних надежд командующего Белой русской армией в Крыму, барона Петра Врангеля. Из решеченного пулями и посеченного осколками гранат, с неработающей рукой, статного и красивого, но со следами оспы на лице, этого молодого военачальника любили женщины и уважали подчиненные. Мало кто в белых войсках мог сравниться с ним по популярности. Его знали как решительного и неподкупного командира, героя. 8 октября 1920 года белогвардейцы начали заднепровскую операцию с целью отсечения Каховского плацдарма Красной армии от тылов. Это была одна из последних масштабных кампаний войск Врангеля за пределами Крыма. Стоял вопрос о том, чтобы удержаться в Северной Таврии, богатой, в отличие от полуострова, хлебом и другими ресурсами. Бои протекали с переменным успехом. Белым удалось разгромить 3-ю советскую дивизию. Особо упорное сражение завязалось у Никополя, города на правом берегу Днепра, на юге современной Днепропетровской области, где кавалеристы корпусов Ивана Барбовича и Бабиева общей численностью 6 тысяч штыков и сабель атаковали 2-ю конную армию под командованием Филиппа Миронова, донского казака, перешедшего на службу красным. В этом конкретном случае для Врангеля было поставлено на карту «Если не все, то очень многое». Успех в борьбе за Никополь позволял главнокомандующему надеяться на соединение с армией Юзефа Пилсудского на правобережье Днепра. Что бы ни говорили впоследствии скептики, Врангель желал союза с поляками и объединения усилий против РКК. Пожалуй, только при выполнении этого условия у барона оставалась надежда вырваться из Крыма и повлиять на исход гражданской войны. И действительно, 11 октября кавалеристы Бабиева захватили Никополь, на следующий день – Апостолова, и продвинулись на 25 километров от реки вглубь Украины. Однако на других участках войска Врангеля были не столь успешны, потеряв Бердянск и Гуляйполе. Командующий Южным фронтом Михаил Фрунзе требовал от командарма Миронова уничтожить всех переправившихся через Днепр белогвардейцев, если понадобится, даже ценой собственной жизни. Не бывало жестокие бои, за правый берег Днепра разыгрались 13 октября, когда части армии Врангеля, понеся тяжелые потери, дрогнули и начали отступать, спровоцировав давку у переправ. Погиб генерал Бабиев, что, по мнению главкома, деморализовало казаков. Шокированные случившимся, белые на какое-то время лишились возможности серьезно сопротивляться, чем воспользовались красные. Сам Врангель в своих автобиографических записках сравнивал потерю военачальника с катастрофой. Этой трагедии во многом объяснялось, на его взгляд, то, что Каховский плацдарм так и не был взят. В 9 часов утра была получена короткая телеграмма генерала Даниила Драценко. Вчера, 30 сентября, снарядом убит генерал Бабиев. Все стало ясно. Со смертью любимого вождя умерла душа конницы, исчез порыв, пропала вера в собственные силы, писал Врангель. Положение не мог спасти принявший командование и почти точно же получивший ранение генерал Вячеслав Науменко. Сметение овладело полками. Части на рысях стали отходить к переправам. Ободрившийся противник перешел в наступление. Сметение в рядах расстроенной конницы увеличилось. Восстановить порядок было невозможно. Все устремилось к переправам. На узких лесных дорогах, в плавнях, смешались отходившие конные и пехотные части. Потрясенный всем виденным, растерявшийся генерал Драценко отдал приказ об отходе всей армии на левый берег Днепра. На момент гибели Бабиеву шел 1934 год. Он родился в Лобинском отделе Кубани и относился к казакам-лобинцам. Они всегда подчеркивали свое особое положение по сравнению с остальными кубанцами. Отец врангелевского любимца, генерал-лейтенант Гавриил Бабиев, пережил своего сына. Он также служил у Антона Деникина. Затем у Врангеля и скончался в эмиграции на острове Лемнос в 1921 году. Бабиев-младший принадлежал к тем молодым командирам, которые выдвинулись и сделали карьеру в период Гражданской войны. С началом Первой мировой одному из лучших наездников Кубани повезло попасть на Кавказский фронт. В отличие от Европейского театра военных действий, служившие здесь чиной русской императорской армии, знали гораздо больше побед, чем поражений. И самое главное, не подвергались такой агитации и разложению, как их собратья по оружию. Всего за пять лет Бабиев вырос из сотника русской императорской армии в генерала Вооруженных сил Юга России. По званиям это был стремительный взлет, хотя в Гражданскую бывали и более невероятные истории. Вышестоящее начальство неизменно отмечало храбрость, мужественность Бабиева как кавалериста и его компетентность на командирских должностях. За неустанную его боевую работу, беззаветную храбрость, личное мужество и самоотвержение, проявленные в непрерывных боях на Кубани с превосходными силами противника в течение более трех недель. Всегда лично находясь во всех угрожаемых местах под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем. Он неоднократно бросался в атаку впереди своих войск, ведя их неизменно к победам. Отмечалось в обосновании награждение казака орденом Николая Чудотворца, которое произошло менее чем за месяц до гибели лауреата. Характеристики Бабиева подтверждались количеством ранений. За свою сравнительно короткую жизнь он получил их 18-е. Впервые совсем юный казак был ранен в живот во время персидского похода. Сюда же выстрелили турки в 1916-м. Еще одно тяжелое ранение в голову Бабиев получил под Царицыным в мае 1919-го. Между этими событиями уместилось сложное повреждение кисти правой руки. Пуля прошла в том месте, где пальцы переходят в ладонь. Фаланги пальцев оказались раздроблены и торчали вперед, не сгибаясь. Немного функционировал лишь большой палец. Отныне Бабиев не мог нормально писать, но кое-как подписывал документы левой рукой и ей же рубил шашкой. А еще наловчился держать мертвыми пальцами сигарету. В ходе атаки ему приходилось держать поводья в зубах. Бабиев командир — это легкость и подвижность, отчетливость и шик — резюмировал в своей статье генерал-сотник, военный историк Павел Стрелянов. В седле был импозантин, сидел глубоко и свободно, властвовал над всеми. На светло-рыжем лысом коне, с ногами в белых чулках, веселом и прытком, он подлетал к полку широким наметом. Быстро остановив коня, в три-пять прыжков, взяв левую руку под козырек, зычным и чуть хрипловатым голосом, кивнув головой вверх, чтобы слова команды прошли поверх голов строя, пронизывал полк. Здорово, молодцы корниловцы! Ветераны первого лабинского полка не забыли о своем командире и в годы эмиграции. Кубанских казаков разбросало по земному шару. Те, кто осел в американском Вайнленде, назвали в честь Бабиева свою станицу, а во Франции его имя присвоили хуторам в коммунах Труа и Сен-Жульен. Бабиев был один из наиболее блестящих кавалерийских генералов на юге России, безапелляционно утверждал барон Врангель. Совершенно исключительного мужества и порыва, с редким кавалерийским чутьем, отличный джигит, обожаемый офицерами и казаками. Он, командуя полком, бригадой и дивизией, неизменно одерживал блестящие победы. Его конные атаки всегда вносили смятение в ряды врага. За время Великой войны и междоусобной брани, находясь постоянно в самых опасных местах, генерал Бабиев получил 19 ран. Правая рука его была сведена, однако, несмотря на все ранения, его незнающий удержу порыв остался прежним. Горячий русский патриот. Он с величайшим негодованием относился к предательской работе казачьих самостейников. Я мог быть спокоен за те части, во главе которых он стоял.